Возлюбленные братья и сестры, я благодарен Богу за эту возможность опять снова побывать у вас. Так уже в традиции, что я уже часто посещаю вашу церковь, что приглашают меня на конференции, приглашают меня на обучение. Я заканчивал здесь капеланское служение. Кто не знает, меня зовут Геннадий, мне 54 года. Я родился, вырос в Одессе, рос в обеспеченной семье, в нормальной семье, но воспитывала меня улица. Знаете, в 12 лет я уже стоял на учете в детской комнате милиции, а в 14 лет я уже попал на малолетку. Это был первый мой срок, знаете, но и тогда Бог как бы, Он проговаривал мое сердце. Но я был тем человеком, который, знаете, туговый, то есть не склоняли свою шею и шли своим путем. И я вышел, и мне сказала моя бабушка, говорит, слушай, у тебя все плохо в жизни, тебе надо Бог. И говорит, покрестись. Ну я думаю, ну послушаю, бабушку покрестился. Мне было 15, уже 16 год. Вот, пошел в православный храм, покрестился, крестик мне дали. Ну ничего не изменилось, через короткое время я опять сел в тюрьму. И все пошло дальше. Опять кражи, грабежи, наркотики, алкоголь. В общем, все по той же самой схеме, знаете. И это привело меня к тому, что у меня было 9 судимостей. И я обрел кучу болезней. Ну сопутствие, понятное дело, это уже. И в 2003 году я на Одесской тюрьме, я буквально умирал уже. В камере я понимал, что я умираю. Я уже еле ходил, я почти не вставал с нары. И мне светило тогда от 6 до 12 лет, знаете. И меня позвали на консилиум врачи, потому что я писал жалобы, что меня не лечат, что меня вот посадили, ни за что, бедного, несчастного. Ну как обычно, знаете, все же ни за что сидим. Да, и они собрали целый консилиум врачей, зачитали. Но это для меня не было новостью, потому что все, что они мне говорили, я уже не раз слышал, и мне сказали, у меня был туберкулез, у меня был распад правого легкого полностью, я уже кровью харкал, уже куски у меня вылетали, я уже два месяца не курил. Не потому что я бросил, а потому что я не мог уже курить, оно уже не лезло, накурился вообще. Да, слава богу, что. Хоть так он меня от сигарет избавил, если не мог понять сам, то понял, что вот выплюну легкие и курить не буду. Да, и туберкулез перешел на позвоночник, а в 96-м году тоже, кстати, на тюрьме я узнал, что я ВИЧ-инфицированный, потому что мне взяли кровный анализ и пришел ответ, говорит, у вас ВИЧ. Я думаю, ну, за что боролись, знаете, на то и напоролись. И в 2003-м году мне поставили спид 4-й стадии, потому что, понятное дело, все это время я и кололся, и пил, и, ну, понятно, с такими болезнями. И у меня уже был иммунитет на нуле, 40 сидих лет так было. И плюс к этому еще туберкулез позвоночника, туберкулез легких и цирроз печени развился. То есть мы поставили диагноз цирроз печени, начала водянка, я весь оплыл. Но одним словом умираю, еще и почка перестала фильтровать, потому что в рай и деле меня по этой почке очень сильно ударили, будем так говорить. Да. В общем, картина, картина была ужасная. Я пришел в камеру, я понимал, что я умираю. Даже, знаете, и шанса выйти на свободу нету, потому что дьявол настолько разрушил мою жизнь, что мои уже друзья все были покойные, с кем я дружил, с кем я начинал. По разным причинам, кто от болезни, кто от передоза, кого убили. Ну, понимаете, такой образ жизни. Я и сам не рассчитывал уже дожить до 40 лет, понимаете. И когда я понял, что я просто умру в этой тюрьме, и меня некому даже будет забрать и похоронят меня под номерком, знаете, ну, это на меня наводило ужас. Думаю, хоть бы умереть где-то как по-человечески, не мог жить по-человечески, хоть бы умереть по-человечески. Знаете, ну, вот такое, вот такие мысли. Оно, конечно, смешно сейчас. И я, выходя из этого консилиума, доктор, начальник этой медсанчасти, человек вообще неверующий, он мне говорит, слушай, Гена, если тебе кто-то и может помочь, то только Бог, знаете. Вот эти вот слова, я не знаю, чего. Мне много говорили о Боге, мне давали трактаты, мне говорили, что Бог любит меня, мне приглашали на служение. Я даже встречал нескольких своих знакомых, бывших там наркоманов, бандитов, которые мне свидетельствовали о том, что Бог сделал в их жизни. Приглашали меня, я смотрел, думаю, ну, это им там Бог помог, а я, ну, кто я для Бога там? Мне, мол, Бог как бы не поможет, знаете. И в этот момент я, ну, знаете, когда все подпоры выбиты, ты понимаешь, ничто уже тебя не спасет, ни лекарства, ни связи, ни деньги, ни еще какие-то. И я, знаете, я так думаю, что есть последняя инстанция, подумал я, ну, как люди думают. Я думал, что действительно, я всегда говорю, я думал, что Бог это последняя инстанция. Но, дорогие мои, Бог это единственная инстанция. Это единственный, кто может спасать, освобождать и исцелять. Знаете, и Он мне дал эту свободу там в камере. Он мне дал исцеление там в камере. Знаете, слава Иисусу Христу. Я просто пришел в камеру, я встал на колени, и я сокрушился. Знаете, я всегда это называю молитвой атеистов. Я сказал, Господь, если ты только есть. И с меня полилось, знаете. Я говорю, я не хочу тут умирать. И это было мое покаяние, это было мое сердце. И Бог увидел эту искренность, знаете, и прикоснулся ко мне. И я уже, будучи там, я взял и начал читать Новый Завет. Я стал молиться, я стал... Потому что, знаете, не прошло и шесть месяцев, как меня вывезли на суд, и судья актировал меня. Ну, как бы я отпустил на свободу умирать. Знаете, при всем том, что на то время у меня не было ни прописки, ни паспорта, ничего. Ну, куда его, знаете. Говорит, да, пусть... И статьи были серьезные, знаете. Мне лет десять светило. Но Бог так обернул, что я вышел на свободу, и я пошел в церковь, я пошел в рип-центр. Знаете, и вот с тех пор, с тех пор, как бы, я понял, что Бог дал мне это все. Ну, не для того, чтобы я пошел зарабатывать деньги, не для того, чтобы я пошел там развивать еще какие-то бизнесы, а для того, чтобы я шел и говорил о нем, свидетельствовал, служил, знаете, и с тех пор я, знаете, как когда-то сказал Бог Саулу, все, что может рука твоя делать, делай. Я встал и в детском служении, я участвовал, и в лагерном служении, и в линии доверия, и в рип-центре. И на сегодняшний день, слава Богу, знаете, Бог доверил тюремное служение у нас там, и открыл все двери. Я сегодня имею свободный доступ в 14-ю, в 74-ю, в 51-ю колонию. Бог мне дал жену, которая тоже служит вместе со мной. Вот сегодня она была в женской колонии, недавно только вышла, знаете. Я здесь ездил с братьями в Березань, где, кстати, тоже я 30 лет назад сидел в той колонии, знаете. А сегодня Бог привел, чтобы я мог людям проповедовать, засвидетельствовать, говорить о Нем, о том, что Он любит нас, о том, что есть выход, о том, что дьявол, Он обманывает людей, и что на самом деле есть Божья воля для каждого из нас. Я благодарен Богу, что сегодня я могу служить Ему, я благодарен Богу, что сегодня Он почел меня верным, и что вот Бог не смотрит на то, какие мы. Мы все для Него драгоценные и любимые. Главное, это наше сердце и наша вера, знаете. И когда есть эта вера, знаете, Бог, Он всегда отвечает на наши молитвы. Я знаю, что кому-то сегодня надо было услышать это. Кто-то сегодня проходит такие тяжелые, знаете, временные, кажется, но это невозможно. Но для Бога нет ничего невозможного. Братья. Братья и сестры, давайте мы поднимемся сейчас для молитвы. Мы помолимся и за нашего брата, и мы помолимся за его семью. И вот может быть у тебя такое положение? Я не знаю, я не раздаю исцеление, но у меня его нету. Я не ношу его в кармане. Может быть, ты онлайн смотришь нас сегодня, и у тебя абсолютно безвыходная ситуация. Когда он перечислял свои диагнозы, думаю, есть еще что-то? Есть что-нибудь еще, что ему, чтобы ему у него было? Ну, у него полный смертельный пакет, да? Но Бог дал ему жизнь, хвала ему. И это не имеет значения, какой у тебя пакет. Я не знаю, как Бог это у тебя сделает, но что я знаю точно о нем, у него лицеприятия нет, и ты следующий. Ты следующий. Давайте помолимся Господу. У кого есть немощь в теле, болезнь, кто онлайн молится, возможно, вместе с нами, и у вас есть немощь в теле, то поднимите руку свою, поднимите пред Господом, одну положите на больное место или на сердце. Господь, во имя Иисуса Христа, мы благословляем имя Твое Святое, мы поклоняемся Тебе и благодарим Тебя. Бог, для Тебя нет ничего невозможного. И наша молитва сегодня и за нашего братика, и в его лице, Господь, за всех тех, кто молится, какой диагноз поставили, какой приговор, не имеет значения. Ты всемогущий Бог! Всемогущий Бог! Во имя Иисуса всякая немощь и всякая болезнь пусть оставит детей Божьих для славы имени Иисуса Христа. Вас дайте хвалу Богу! Аллилуйя!